Кто на Пасху не обменивался крашенными яичками со словами «Христос воскресе»? Эта традиция уже настолько вошла в обиход россиян, что пользуется популярностью даже у неверующих. И даже вопросов не возникает, откуда она появилась – из канона в церкви или в народе. У священнослужителей ответ на этот вопрос есть. Это добрая, но традиция. Обязательно? Нет, не обязательно. Желательно? Но это интересно, по крайней мере. И это та грань, которую при желании можно без нее обойтись. Для многих людей в этом и становится сама суть Пасхи, но это неправильно. То есть, когда мы второстепенно возводим в ранг главного, вот это уже беда. Ну, в любой сфере. С празднованием Пасхи то же самое. Тоже можно сказать и про куличи, и про творожное блюдо под названием Пасха. Все это тоже традиция, и традиция народная, говорят священники. Но в обиход вошла давно, в те времена, когда большого изобилия продуктов не было. Вот и хотелось после Великого Поста порадовать домочадцев явствами. При выхолощивании праздника и вообще любого действия, когда мы сводим события к исключительно какой-то функции, то вот красота и гармония, глубина этого теряется. Поэтому Пасха, куличи, туда же, это все тоже к яйцам. Это необязательное явление. Если человек не успевает это сделать, то вообще ничего страшного не случится. Но в то же самое время это красиво. И это может стать элементом объединения многих людей. Другая добрая традиция – это посещение кладбища в пасхальное воскресенье. Священник Павел Коньков дал однозначный ответ – этого делать не нужно. Воскрешение Христа отмечается слишком уж торжественно, слишком празднично для посещения кладбищ. Для этого есть другой день – Радоница. Она выпадает на 3 мая. Обо всех других тонкостях празднования Пасхи в актуальном выпуске передачи «Городские встречи» со священником Павлом Коньковым. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город.